Мы поговорим о росте антисемитских настроений и возможных угрозах для израильтян в мусульманских регионах России. С нами на связи Хаим Бен Яков, гендиректор Евразиатского еврейского конгресса. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Скажите, пожалуйста, Хаим, как вы считаете, то, что вчера произошло в Дагестане, насколько это вообще свидетельствует о тяжелой ситуации с антисемитизмом? Вот, например, мы будем об этом говорить сейчас с точки зрения международной, в том числе. Например, в Европе, во Франции с этим большая проблема. Есть нападение там на синагоги, и органы правопорядка реагируют. А что можно сказать действительно о южных регионах России в этом плане? Вы знаете, мы на протяжении Евразиатских конгрессов, я лично, занимаемся взаимоотношением между странами бывшего Советского Союза и Израилем. Мы есть конкретно еврейская община и на протяжении почти 30 лет. Я вам могу сказать, что последние несколько десятилетий Россия воспринималась тихим, таким, что ли, как это правильно говорят, портом на фоне бушующего океана антисемитизма. Если мы сравниваем ситуацию в Российской Федерации или там на Украине даже, то есть в странах бывшего Советского Союза, в том числе и Кавказа, с тем, что происходило во Франции, Великобритании или в Северной Америке, в Соединенных Штатах, где ситуация катастрофическая. В России была ситуация значительно спокойнее. Практически в последние годы мы не фиксировали физических преступлений на антисемитской или даже антиизраильской почве. И в этом смысле мы констатировали чрезвычайно позитивный процесс. Я на протяжении многих лет занимался тем, что мы строили мосты, в первую очередь культурные, деловые, экономические, академические, научно-исследовательские между Израилем и странами бывшего Советского Союза, в том числе и с Российской Федерацией. Мы проводили в том числе и глубокие социологические исследования, которые показали, что в России имеет место так называемые скрытые, или как социологи это называют, латентный антисемитизм. То есть немножко, если взглянуть вглубь, то антисемитские мотивы присутствуют. Хотя ненависть к евреям отодвинулась на значительно отдаленные позиции. В России евреев не любят только после американцев, украинцев, цыган, кавказцев, кстати, если в центральных регионах России говорят. И только потом евреи. В России после начала перестройки и периода гласности практически был отменен политика государственного антисемитизма. Об этом нельзя забывать. Которая строилась в Советском Союзе, начиная с завершения Второй мировой войны, начиная с 1948 года, убийства Михоэлса, разгром еврейского антифашистского комитета, дальше дело врачей. Еще целый ряд эпизодов в конце 40-х, в начале 50-х годов. Затем на протяжении всех советских лет до конца 80-х эти идеологемы, сформированные тогда, в конце 40-х, в начале 50-х годов, продолжали существовать. И вокруг них строилась советская еврейская политика. Или, как это называли, еврейский вопрос. Затем в конце 80-х годов этот вопрос был практически снят с повесткой дня, в том числе и благодаря массовому отъезду еврейского населения из советских стран, бывшего Советского Союза. В том числе и из Кавказского региона, из Северного Кавказа. И сейчас мы с вами говорим о том, что происходит в Кабардино-Балкарии, в Дагестане, где проживают в основном горские евреи. Это такая группа внутри еврейского народа, которую иногда называют горские, иногда таты. Вокруг этого есть серьезные исследования, кто эти люди, каким они образом появились в этом регионе. Они проживают как раз в республиках России, Северного Кавказа, а также проживали, если быть точным, и в Азербайджане. После развала Советского Союза большинство горских евреев, так же, как вообще еврейского населения, уехали из этого региона. И сегодня большинство горских евреев проживают или в Израиле, или в Соединенных Штатах. Есть большая горская община в Москве. Ну и вообще в Российской Федерации, то, что называется, в европейской части России. У них есть твои, без сомнения, особенные традиции. Они при этом являются, конечно, интегральной частью еврейского народа и придерживаются иудаизма в его традиционной северно-кавказской, немного такой восточной, ортодоксальной интерпретации. В том числе и хасидизм там присутствует последние более ста лет уже на Северном Кавказе, в Грузии и в Азербайджане с распространением хасидского движения в Царской империи и туда пришли. Вот раввины, которых мы видим сегодня на Северном Кавказе, они в большинстве своем принадлежат хасидскому направлению. А что же говорят нам события вчерашние, все-таки, если вернуться к сегодняшнему, тогда, в таком случае, если они существовали там, если не было таких острых проблем, то что же сейчас-то произошло? Это произошло, как некоторые говорят, из-за пропаганды? Знаете, острые проблемы, которые случаются время от времени. На уровне, скажем так, культурных кодов и евреи. И часто народы, или, скажем, лидеры, культурные, скажем, религиозные лидеры Северного Кавказа, говорят, что евреи проживали в этих республиках абсолютно гармонично. Это отчасти правда, но антисемитские проявления и погромы были и там. Это нельзя сказать, что сегодня абсолютно уникальное, несвойственное этому региону. Какой-то такой особый случай, да? Нельзя такое. Но, тем не менее, на уровне, скажем так, рецепции, культурной, народной, принято среди грузинских евреев, горских евреев говорить о том, что мы всегда жили в полной гармонии с окружающими народами. Хотя, когда происходил процесс распада Советского Союза, были погромы, были проявления антисемитизма практически такие же, как во всех других регионах. Мы здесь должны сказать, что это довольно уникальная ситуация в том, что за последние годы такого не происходило. Надо это признать, и мы там фиксируем то, что называется не только антисемитизм, то есть ненависть по отношению к евреям, но и антисионизм, или антиизраилизм, как сегодня говорят, ненависть по отношению к государству Израиля. Когда 7 октября началась фактически война со стороны террористической группировки Хамас по отношению к мирным территориям Израиля, по отношению к гражданскому населению, мы увидели попытки целого ряда политических структур, в том числе и Хамас в секторе газа, и братья-мусульмане в Турции предприняли значительные усилия для того, чтобы активизировать антисемитские и антиизраильские настроения. Вот посмотрите, в Махачкалу, в Дагестан летает самолет из Израиля. Из Израиля не так много рейсов, конечно, все относительно, но это означает, что между этим регионом и Израилем поддерживались хорошие культурные, туристические, родственные отношения. Еврейская община в этом регионе не слишком большая, она, я могу даже сказать, совсем крошечная. Там в Нальчике проживает несколько десятков семей, извините, сотен семей, это может быть одна из самых больших общин, в Хасавюрте там несколько десятков, практически нет никакой общины, несколько пожилых людей, но никогда отсутствие евреев не было причиной для снятия антисемитских настроений. И без сомнения, вот этот латентный антисемитизм, который теплился под некой коркой сейчас, когда был дан импульс международных, радикальных, ультра-исламистских структур, которые, по всей видимости, имеют своих представителей в этом регионе. Ну и, конечно же, мы еще про пропаганду мы не забываем, которая была, и в том числе от израильской. Да, мы слышим о каких-то скрытых, вражеских по отношению к России усилиях, усилиях, я не могу об этом судить, я не... Это говорит власть, да. Это говорит власть, мы оставим на их, кстати. Но были допущены со стороны Российского Министерства иностранных дел. И со стороны, ну вот я вам скажу абсолютно откровенно, Рамзан Кадыров, глава региона, он же официальное лицо Российской Федерации. Мы тут, люди, так сказать, улыбаются, когда слышат об этой фигуре, но он официальное лицо Российской Федерации в очень высоком ранге. А кроме того, он является генерал-лейтенантом Российской Армии. Я уже не знаю, обращали ли внимание ваши комментаторы и аналитики на этот факт. Но мы это видим именно таким образом. И когда этот человек себе позволяет абсолютно антисемитские, антиизраильские, протеррористические, организация ХАМАС является абсолютно идентичной структурой ИГИЛ, то, что называется ДАШ, да, вот... Да, когда он это произносит, когда это произносят официальные политики, когда это произносят пропагандистские медиа, мы, конечно же, сможем, как я правильно по вас понял, ожидать всплеска этого латентного антисемитизма. Без сомнений. Спасибо большое, Хаим. Я прошу прощения. Да, ну я вот подытожил, потому что вынуждены идти дальше. У нас ограничено время. Спасибо большое. Хаим Бен Яков, гендиректор Евроазиатского Еврейского Конгресса, был сейчас с нами на связи.